Российские чиновники едут работать на оккупированные украинские территории, спасаясь от уголовного преследования. Издание «Верстка» выяснило, какую выгоду получают те, кто стремится стать депутатами на временно захваченных Россией территориях. По данным журналистов, половину руководящих должностей там занимают приезжие россияне. Поездка за ленточку обнуляет все твое прошлое. Грехи, уголовные дела, управленческие провалы как бы забываются, а опыт остается при тебе. Это шанс начать карьеру с чистого листа. Для некоторых это может быть единственной возможностью сохраниться в обойме или вернуться в нее. Самым популярным направлением для российских чиновников стала самопровозглашенная Донецкая Народная Республика. Там из 24 членов местного кабинета министров 15 человек являются приезжими. При этом в муниципалитетах преобладают выходцы из Украины. Их мотивируют с помощью карьерных перспектив. По информации издания «Верстка», вице-губернатор Херсона Татьяна Кузьмич до войны была учительницей. Мэр Геническая Елена Терских была простым клерком в городской администрации. Источник «Верстки» в федеральном ведомстве рассказал изданию, что прямой зависимости карьерных успехов от поездки на оккупированные территории пока никто не выявил. Однако российское руководство всячески транслирует позицию. Хочешь расти – езжай в так называемые новые регионы. Поговорим подробнее о таком социальном лифте в путинской России. К нашему эфиру уже присоединяется политик Дмитрий Кутков. Дмитрий, доброе утро. Рада приветствовать вас. Да, приветствую вас. Война в Украине продолжается с 2014 года. Именно с этого момента уже оккупированные территории в составе Украины. Видели ли вы за прошедшие уже более почти 10 лет интерес со стороны российских политиков, российских чиновников к тому, чтобы ехать в оккупированные Россией регионы и заниматься там своей чиновнической работой? И насколько этот интерес искренен? Мне кажется, такие предложения говорят о том, что никто не хочет туда ехать. Почему? Потому что, скажем так, российские чиновники – это люди богатые, это люди, которые были всегда ориентированы на Запад, люди, которые имели активы на Западе, отправляли детей учиться, лечиться и так далее. И они прекрасно понимают, что если ты получаешь такое предложение, то тебе навсегда будет закрыт въезд в цивилизованные страны. Более того, ты еще можешь потом через какое-то время проходить по какому-то очередному гагскому трибуналу. Потому что, по сути, ты работаешь на военных преступников, на оккупированных территориях, и там неизвестно, как карта ляжет, через 5-10 лет. То есть тебя могут судить, тебя могут объявить в розыск, ты просто лишаешься возможности как-то нормально и комфортно жить. Поэтому никто туда не стремится, никто не хочет. И Кремль идет уже на все, предлагая карьерные лифты, какие-то деньги, закрывая глаза на уголовное прошлое. Наверняка негласно даже будет разрешена коррупция в каких-то там масштабах для того, чтобы кого-то заинтересовать. Тем более очевидно, что это там будут территории, которые нужно будет восстанавливать, с огромным количеством проблем, непризнанные. Там могут быть провокации, теракты, все что угодно. Поэтому этот карьерный лифт весьма сомнителен. И я думаю, что большинство как раз будут отказываться. А те, кто туда поедут, ну, видимо, у них просто нет никаких других перспектив в путинской России. Насколько люди среди чиновников в России верят, что Россия на этих территориях действительно навсегда? Россия навсегда. Так звучал лозунг, с которым российская армия туда пришла. Недавно этот лозунг был в Херсоне, который затем освободила украинская армия. А насколько чиновники, которые занимают эти посты, на ваш взгляд уверены в том, что эти регионы действительно останутся в составе России и не будут освобождены? Такой уверенности быть просто не может. Но кто-то, видимо, спешит туда заработать легкие деньги, а потом соскочить и как-то там начать новую жизнь. То есть все рассматривают это как некий временный вариант, когда они могут себя как-то проявить. Может быть, их заметит Кремль и куда-то потом заберет Москву. Но после Херсона здесь кто может в это верить? Тем более все прекрасно понимают, вся путинская стабильность, она до того момента, пока Путина власть. А ему уже там 70 сколько будет? 71. 72. В следующем году 72, а сейчас 71, да, вы правы? 71, да. В этом году 71. Вот сейчас ему будет 71, там, 7 октября. Если я ничего не путаю. Значит, после 70 люди не просто смертные, да? Да, внезапно смертные, как у Булгакова. Поэтому, конечно, на Путина в долгу никто уже не ставит. При этом соглашаются работать в администрациях, в разного рода муниципальных учреждениях, в том числе и местные жители, иногда делая, ну, действительно, такую необычайную карьеру из учителей, превращаясь в мэра города. Кухарка может управлять государством. Вспоминаем здесь, конечно, эти слова. На ваш взгляд, почему они это делают? Это отсутствие выбора? Это действительно вера искренняя в то, что Россия пришла и будет лучше, и нужно уметь найти себя в этих обстоятельствах? И насколько это верная стратегия поведения, на ваш взгляд? На мой взгляд, она неверная, да? Но здесь причины могут быть разные. Кто-то обработан пропагандой, да? И считает, что вот действительно нужно там помогать, спасать русский мир. Такие наверняка есть. Ну, какой-нибудь средний уровень чиновничества. В основном, конечно, там люди, которые понимают, что вот у них нигде нет перспектив какого-то карьерного роста. А здесь они могут сделать карьеру. Это отсутствие выбора, я бы так сказал. Ну, наверное, есть какие-то люди, которые вот сторонники так называемой теории малых дел. Да, от меня все равно ничего не зависит, я не могу восстановить эту войну. Ну, вот здесь, по крайней мере, от меня что-то зависит. Я могу восстановить школу, я могу еще что-то сделать. Вот, тем более, если речь идет о каких-нибудь там учителях. Да, то есть он был учителем простым или там директором школы. А здесь ему предлагают министерский пост. Или там заместитель министра, я имею в виду, регионального субъекта Российской Федерации. То есть, ну, как бы карьера, да. Кому война, кому мать родная. Среди российских оппозиционных политиков, деятели, которые находятся за рубежом, появляются сейчас разные проекты того, как Россия должна будет выглядеть и функционировать в будущем. Вы также упомянули о смертности или внезапной смертности Владимира Путина и возможных переменах в будущем. На ваш взгляд, в будущем необходима ли будет России иллюстрация, если режим действительно сменится в России на демократический, и будут ли подпадать под иллюстрацию те, кто прошел через работу в этих новых регионах? Ну, на мой взгляд, да. Другое дело, будет ли у нас такие политические возможности, сказать сложно. Вообще, как бы, иллюстрация – это такая история, ее нужно проводить очень аккуратно, потому что иллюстрация – это временное лишение части прав. То есть, грубо говоря, те люди, которые занимались репрессиями, те судьи, которые штамповали, так сказать, приговоры по политическим причинам, они должны быть не просто подвержены иллюстрации, они должны получить уголовное наказание. А дальше уже надо просто смотреть, и нужно создавать такую судебную систему, чтобы это просто не превратилось в расправу, потому что иначе это просто закончится гражданской войной. То есть, грубо говоря, если мы возьмем даже судебную систему, я как-то делал сюжет по поводу реформы судебной, и все ведущие специалисты по конституционному праву и так далее, то есть те люди, которые реально независимы, бывшие судьи федеральные, адвокаты с серьезным имиджем, и независимые от Путина люди, от которых, в принципе, система избавилась, они все сказали, что, в принципе, если посмотреть и посчитать по количеству таких приговоров репрессивных, то ими занимается не более 5% судей. То есть, если взять, например, Московский суд и посмотреть, кто выписывает судебные приговоры, политикам, активистам, журналистам, одни и те же судьи. Поэтому, например, судья арбитражного суда, которые арбитражными делами занимаются, как правило, в общем-то, работают относительно честно. Поэтому здесь с иллюстрацией нужно быть очень аккуратным. 5-7% — да, это вот брак. Это и брак плюс преступники, которых нужно наказывать, и, наверное, которых надо иллюстрировать. Но если всех и огульно, это не очень хорошая история.